Библейский портал экзегет.ру представляет Четвёртая глава книги «Тавид». Читаю синодальный перевод, более новых и интересных нет, для библейского портала «Экзегет» и даю небольшие комментарии. Но у нас к четвёртой главе закрутился сюжет. У нас два главных героя. Первый Тавид, благочестивый человек, который находится в ассирийском плену, не вавилонском, вавилонский это будет для южного иудейского царства, а это для северного израильского, и раньше немножко. Ассирийский плен, он живёт среди язычников, он, по сути дела, один со своей семьей, сохраняет верность Господу. И вдруг с ним такая страшная история, он ослеп, бельму у него на глазах. И вторая девушка в совершенно другом месте, у которой было семь женихов, даже семь мужей, но они мужьями так и не стали, потому что их убивал некий злой демон. Очень странная история. Оба они молятся, Господь посылает ангела, чтобы он их избавил. И, казалось бы, дальше, вот на этом закончилась предыдущая глава, дальше должна быть история о том, как этот ангел является этим людям. Но ничего подобного. Повествование остаётся на земном уровне. Вот эта книга, она показывает такую двухуровневость того, что происходит. С одной стороны, есть божественная сфера, где ангелы, или, наоборот, некоторая демонская сфера, где вот злой дух Асмодей не даёт девушке выйти замуж. А с другой стороны, есть обычная человеческая, земная. И они всё время пересекаются. Иногда действия, сделанные на земном уровне, они влияют на этот божественный, а иногда наоборот. И вот четвёртая глава как раз, собственно, с этого и начинается. А Тавид там что? Он у нас молился о смерти, он говорил Богу, что жить ему больше не хочется. В тот день вспомнил Тавид о серебре, который отдал на сохранение Гаваилу в рагахмедийских. Что ему серебро? Он умирать собирается. А это в самом начале было, да, он там дал деньги одному из своих друзей. И сказал сам себе, я просил смерти, что уж не позову сына моего Тави, и чтобы объявить ему об этом, пока я не умер. Итак, Тавид даже умирает, заботится о своей семье. Собираясь умирать. Заботится о своей семье. То есть важно, чтобы эти деньги не пропали. И призвав его, сказал, сын мой, когда я умру, похорони меня, не покидай матери своей, почитай ее во все дни жизни твое дело и угодно ей, не причиняя огорчения. Помни, сын мой, что она много имела скорби из-за тебя еще во время чревоношения. Когда она умрет, похорони ее подли меня в одном гробе. То есть вспомнил он про деньги, но начинает не с них. Деньги не главное. Нет, вообще-то очень правильная, хорошая идея. Считая, что ты скоро умрешь, устроить свои дела, объявить наследникам, где какие остались активы и так далее. Очень правильная позиция. Но не в активах дело. Дело, прежде всего, вот в этих отношениях между сыном и родителями. Во все дни помни, сын мой, Господа Бога нашего, не желая грешить и приступать к заповеди его, а также отношения этого сына и небесного отца, Господа. Во все дни жизни твои делай правду и не ходи путями беззаконий, ибо если ты будешь поступать поистине, в делах твоих будет успех, как у всех поступающих по правде. Из имения твоего подавай милостыню, и да не жалеет глаз твой, когда будешь творить милостыню. Ни от какого нищего не отвращай лица твоего, тогда и от тебя не отвратится лицо Божие. Когда у тебя будет много, твори из этого милостыню, и когда будет мало, не бойся творить милостыню и понемногу. Ты запасаешь себе богатое сокровище на день нужды, ибо милостынь избавляет от смерти и не попускает сойти во тьму. Милостынь есть богатый дар для всех, кто творит ее пред Всевышним. Он вспомнил о деньгах и призвал сына, и не сказал ему, эй, слушай, я чуть был не забыл, там большие деньги лежат. Он сказал, раздавай. Он сказал, раздавай то, что у тебя есть. У тебя нет все равно, раздавай хотя бы то малое, что можешь. То есть деньги – средство. Деньги – это средство обеспечить свою семью, но самое главное – деньги – это средство творить добро, раздавать милостыню. И прежде чем объявить о активах далеко, и не очень может быть надежных активах, кто его знает, как там с долгом-то, да, отдаст, не отдаст, еще получить надо. Но милостыня – то, что действует напрямую, то, что доступно всегда и везде. И интересно, что вот о том, как жить перед Богом, он начинает с рассказа о милостыне, отношении человека к другим людям, и есть, собственно, его отношение с Богом. Но не только это. Берегись, сын мой, всякого вида распутства. Возьми себе жену из племени отцов твоих, но не берись жены наземной, которые не искали на отца твоего, ибо мы – сыны пророков. Из древней отцы наши – Ной, Авраам, Исаак и Иаков. Помни, сын мой, что все они брали жен из среды братьев своих и были благословены в детях своих, и потомство их наследует землю. Итак, сын мой, люби братьев твоих и не превозноси сердцем пред братьями твоими и пред сынами и дочерями народа твоего, чтобы не от них взять тебе жену, потому что от гордости погибель и великое неустройство, от непотребства – оскудения и разорения, непотребства – есть мать голода. То есть сначала милостыня как помощь слабому, потом вот эта вот солидарность, и, казалось бы, вполне понятно, он говорит, избегай распутства, возьми жену, ну, то есть не совершай каких-то блудных поступков, не путайся с женщинами. Это постоянная тема, она сама по себе достаточно ясна и понятна, и нормальное наставление отца сыну, но даже здесь он говорит о солидарности, о том, что если ты берешь жену не из своего народа, ты тем самым как бы презираешь свой народ. То есть все, что говорит Тавид в данном случае, про Бога и солидарность. Плата наемника, который будет работать у тебя, да не переночует у тебя, давай ее тотчас, ну, то есть до утра не жди, и тебе воздастся, если будешь служить Богу. То есть, смотрите, вот служить Богу, собственно, и есть вот как наемник служит, ты ему отдал, и служение Богу в чем-то параллельно этому. Будь осторожен, сын мой, во всех поступках твоих, и будь благоразумен во всем поведении твоем, что ненавист на тебе самого, тому не делай никому. Чего не хочешь, себе не делай другому. Да, вот такое золотое правило этики здесь еще раз сформулировано. «Вина да опьянение не пей, пьянство да не ходят с тобой в пути твоем. Давай алчущему от хлеба твоего и нагим от одеж твоих, от всего, в чем у тебя избыток, твори милостынь, и да не жалеет глаз твой, когда будешь творить милостыню. Раздавай хлебы твои при гробе праведных, но не давай грешникам». При гробе праведных не очень понятно, может быть, имелась в виду какая-то традиция до сих пор там в исламе, скажем, да и в христианстве почитаемые захоронения, мощи святых. И вот к ним стыкаются люди, которые почитают этих праведников, и, соответственно, там можно творить милостыню. А всем, кому попало, тем, кто там промотал свои деньги на разврат, а теперь ходит голодный, тем не надо. «Всякого благоразумного проси совета и не брегаясь советом полезным». Смотрите, как много именно про эту солидарность, про то, что нужно помогать нищим, про то, что нужно слушать благоразумных людей. И все остальное буквально в это там вкраплено. Вина до опьянения не пей. Это, конечно, про такой самоконтроль. Но об этом очень мало. А вот о том, что нужно с другими себя вести, соответственно, очень много. То есть подлинная вера, она не в том, что человек себя как-то очень строго держит, выстраивает в какие-то рамки. Вводит она в том, что человек взаимодействует с другими определенным образом. «Благословляй Господу Бога во всякое время и проси у Него, чтобы пути Твои были правы, и все дела и намерения Твои благоуспешны. Ибо ни один народ невластен в успехе и начинании, но сам Господь не спосылает все благое, и кого хочет, уничижает по своей воле. Помни же, сын мой, заповеди мои, и да не изгладятся они из сердца Твоего». А собирался вообще-то про деньги сказать. Вот вместо этого он прочитал такую маленькую проповедь о том, как жить, потому что деньги – дело наживное. И десятое. Но и про них он тоже вспомнил. «Теперь открой тебе, что я отдал десять талантов серебра, а это триста килограммов с лишним, на сохранение Гаваилу, сыну Гавриеву, в рагах медийских. Не бойся, сын мой, что мы обнищали. У тебя многое, если ты будешь бояться Господа, и удаляясь от всякого греха, делать угодное пред Ним». То есть и здесь он снова вводит разговор о деньгах в этот контекст. Стало быть, вот да, там деньги есть, но это не про то, что надо пойти там получить, произвести определенные операции. Это про то, что если у тебя с Богом нужные отношения, то и деньги как-нибудь найдутся. Но да, кстати, не забудь, что вот найти себя не могут конкретно там. И вот этот рассказ о деньгах и обо всем прочем, он приводит к конкретному действию сына Тавита, но о нем мы прочитаем в пятой главе.